Доброе утро Кофейный кофе создают из зерен арабики, тогда как знаменитые итальянские смеси для эспрессо содержат арабику и робусту. Поэтому, если вы любите вкусный кофе, стоит попробовать купаж арабики с робустой в разных пропорциях. Второе, на что нужно обращать внимание, это упаковка с кофе. Упаковка с кофе – это важный показатель его качества, поскольку у кофейного вкуса и аромата имеются два главных врага – это свет и кислород, которые уничтожают все самые ценные свойства кофейных зерен. Если это зерновой кофе, то лучше всего он хранится в вакуумном многослойном пакете с клапаном. Он выпускает эфирные масла и не пропускает воздух. Молотый кофе должен быть упакован в вакуумный пакет. Запомните такое правило. Хороший кофе не может быть в пластиковой банке. Обращайте внимание исключительно на жесть и стекло. В алюминиевые банки и бочки фасуют только эксклюзивные премиум сорта кофе. Смесь в банках имеет большую защиту, чем в пакетах, так как кофе не подвержено физическому воздействию, как и в мягких пачках. И запомните, кофе в алюминиевых банках стоит очень дорого. При покупке нужно внимательно изучить этикетку. На ней должна быть максимальная информация. Это страна происхождения, информация о регионе и плантации, степень помола и обжаривания. Кофе лучше покупать в специализированных магазинах или же кофейнях, так как в них гораздо меньше вероятность встретить подделку. Третье, на что нужно обращать внимание, это степень обжарки. Кофейные зерна жарят для того, чтобы они приобрели уникальный вкус, который зависит от количества эфирных масел, находящихся внутри зерна и от степени проявления в процессе жарки. Выбор в данном случае зависит исключительно от вкусовых пристрастий. Чем светлее обжарка, тем больше в напитке кофеина. Чем темнее обжарка, тем ярче вкус и ароматнее кофе. Коричневые зерна средней обжарки годятся для приготовления в френч-прессе и фильтр кофеварки. Темные коричневые зерна сильной французской обжарки дадут самый насыщенный густой кофе. И умеренная доза кофеина позволит подкрепить силы и при этом спокойно уснуть вечером. Итог. Сильная обжарка это здорово и вкусно, но следите, чтобы зерна не были пережаренными. Всегда важный вопрос, покупать молотый кофе или же в зернах. Лучше всего покупать цельные кофейные зерна и молоть их самостоятельно перед приготовлением напитка, поскольку кофе начинает терять аромат сразу же после помола. Но если вы предпочитаете молотый кофе, обращайте внимание на степень помола. Если это грубый помол, он подходит для поршневой кофеварки. Средний помол подойдет для любых кофеварок и турки. Тонкий помол предназначен для фильтровых кофеварок. Тонкий эспрессо это помол дает возможность получить кофейную муку, идеальную для кофеварок эспрессо и турецкого кофе в Торке. Но если вы пока не знаете, какой хотите готовить кофе, или же любите просто экспериментировать, берите средний помол, он универсален и подойдет для любых вариантов напитка. Очень важно перед покупкой оценить внешний вид и качество кофе. Оцените кофе визуально. Например, зерна на стопроцентной арабике должны быть одинаковой формы и размера. Если попадаются более мелкие, значит эту смесь разбавили робустой. Пощупайте зерна. Они должны быть бархатистыми, в правильной форме, без осколков и пятен. Если в смеси попадаются мелкие, отколотые кусочки, не стоит брать этот бленд. Понюхайте смесь. Вы должны почувствовать сильный кофейный аромат без намека на прогорклость, тем более плесень. Кофейные отделы предлагают большой выбор ароматизированного кофе с оттенками ванили, ирландского кофе, виски, апельсина, марета с шоколада, но следует иметь в виду, что это химические, а не натуральные добавки. Если вы хотите наслаждаться настоящим вкусом кофе, без посторонних ноток, покупайте зерна без дополнительного ароматического декора. И запомните, хороший кофе дешевым не бывает. Надеюсь, что эти советы помогут вам выбрать лучший кофе, ведь самый лучший кофе тот, который любите именно вы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова